Всем привет, дамы и господа, и я рад представить вашему вниманию такой мод, как Amazing Player Family Remastered. Я уже снимал такой мод в 2016 году, но вышел ремастер в 2018 году, где все переработали с нуля, как я понял. А для тех, кто не в теме, что данный мод из себя представляет, просто меняет нашего главного героя, СиДжея, на такую милую девушку. То есть она появляется во всех кат-сценах вместо СиДжея, и у нее есть, конечно, свой гардероб, своя одежда, татуировки, прически, браслеты, кеды и все-все-все. И давайте все это посмотрим. Ну и, конечно же, у нее есть свои анимации. Посмотрите, пожалуйста, какие у нее такие интересные, милые анимации. Также есть анимация борьбы, посмотрите. То есть как она дерется, как она залазит, как она прыгает, как она бегает, притормаживает. Также вот такие интересные стойки с оружием. Посмотрите, ребята. То есть видно то, что держит это не СиДжей, а уже вот такая девушка. Ну ладно, это мы посмотрели, и давайте мы заценим одежду. Я скачал специальный Клео скрипт, который очень удобный, классный, называется Visual Player Image. И давайте ради интереса устроим небольшую драку, потому что я хочу посмотреть, как это все смотрится. Но, ну так, это похоже на СиДжея. Ух ты, как она жестко-то бьет очень сильно. Хорошо, ладно. Давайте включим данный скрипт. И вот, пожалуйста, наш скрипт. Давайте начнем, наверное, с торса, ребят. Так, можно ее оголить. Скажу сразу, тема сисек раскрыта, поэтому я это пропущу мимо. И посмотрим просто, что у нас есть. Здесь, конечно, меняется, по-моему, не вся одежда, но большинство одежды меняется на новую. И это смотрится очень классно. То есть, можно пойти пошопиться. Я, на самом деле, как мне кажется, этот обзор будет лучше, потому что... Очень классный вот этот вид, мне нравится такая жилетка. Потому что тот обзор 2016 года был в качестве 720. Ну, этот хотя бы в 1080. И на этом спасибо. И тот у меня было что-то очень длинное. 15 минут обзор. И ух ты, как прикольно. Green color. Обожаю зеленый цвет. Да, и мне показалось то, что тот обзор у меня длинный. Поэтому я хочу сделать в этот раз не слишком долгое видео. Вау. Классно смотрится бикини. Ладно, давайте выберем, может, какую-то футболку. Ага, это еще одно бикини. Так, есть такое. Ну, давайте что-нибудь. Конечно, есть свои небольшие баги. Давайте посмотрим, что у нас по брюкам, по джинсам, по шортам. Так, давайте вот джинсы мамы. Ух ты, прикольные такие. Простецкие. Одежды очень много. И это классно. То есть, можно ее так нарядить, ребят. Вы не представляете. Все можно поменять. Прическу. Это очень интересный экспириенс. Так, я выберу вот эти. Давайте посмотрим, что по обуви. Ну, давайте вот здесь. Low sneakers. Просто чисто такие женские кеды. Вау, прикольный фиолетовый цвет. Тут такой цвет. Я, конечно, не знаю, где это, в каких магазинах продается. Но для того, чтобы все это упростить, я специально скачал такой удобный мод. Скрипт, который помогает менять все это прямо в любом месте. Хотя в тот раз, в прошлом обзоре, я все это менял в магазинах. Да, то есть, таким вариантом дебильным. Но тут я сделал вот так. Смотрите, чокер появился на шее. Тут еще что-то появляется. Еще вот такой чокер. Так, это были цепи-цепи. Так, давайте посмотрим, что у нас по часам. Давайте вот. А, ну, у нас тут не часы будут, ребят, а браслеты. Посмотрите, ставятся они, конечно, ну, не сразу. Нужно подождать пару секунд. Но есть разные вариации. И это классно. Потому что, по-моему, в той версии, в прошлой, не было такого. Давайте посмотрим, что по очкам. Ну, давайте вот эти Lenses. Вот так она выглядит. Ну, это непонятно что. Я не вижу изменений. У нас CatEye. Ну, такие, наверное, без линз. Обычные очки. Square. Посмотрите, какие классные, ребят. Это факт. Допустим. Вот это не советую ставить, потому что эта штука недоработанная. Поэтому лучше, ребята, не ставьте, потому что вы можете испугаться. Ну, ладно, шучу. Ну, да, это недоработано. Либо что-то не так с этим. Но очки есть, и их тоже немало. На этом спасибо. Я не помню, было ли это в прошлой версии, но тут они есть, и довольно-таки симпатично. Господи, это что? И смотрятся довольно-таки симпатично, хотел сказать, но не все. Давайте это признаем, но... О май гад. Ну, давайте синие. Вы-то хоть нормальные будете? Да? Все, отлично. Давайте посмотрим, что по шляпам. Хэтс. Есть вот такое. Посмотрите. Просто это... Это жесть какая-то. Ну, ладно. Давайте посмотрим просто по кепкам. Кепка Los Santos. А если вот эту выберем? Здесь у нас как она будет? Задняя? Нет, это просто шапка. Ну, это круто. То, что больше вариаций. Вау. Наушники, как я понял. Потом задний вариант. Вы серьезно? Это из GTA Online, наверное, как мне кажется. Маска такая. Вот такая. И заметьте то, что все это проработано очень классно. Особенно шапки. Я вот вижу прям, как они мнутся. Это очень круто сделано. Прям, ну, работа на высшем уровне. И очень достойно. Если вам надоел Карл Джонсон, то, пожалуйста, поставьте этот мод. И вам должно понравиться. В том обзоре я говорил то, что это девушка Анна из игры Метро, по-моему. Но сейчас я не смею это утверждать. Потому что я не уверен, ребят. Откуда данный персонаж? Давайте, что у нас? Это мы посмотрели. Спешл. И просто посмотрите. Будьте готовы, ребят. Это спешл. То есть специальные костюмы. Офигеть. Я тоже удивился, когда их увидел. Потому что это необычно. Но это нормальная форма. То есть крупье. Это пинап. Не помню. А, по-моему, механик. Это механик. А, вот это крупье. А это велит. Не помню, честно. Это официант может. Так, есть также форма коповская. Но я не знаю, копы разве так выглядят, ребят? Но это обычная. Вот этот костюм. Это костюм... Это сутенер, что ли? Не помню. Но, судя по ее наряду, похоже, это сутенерский костюм. Даже прическа поменялась. Вот это классный очень. Наряд такой гоночный. Как вообще прикольно. И урбан ниндзя. Это, наверное... Ну да, это костюм медика. Но вот поменяли на самом деле. Ну давайте выберем оригинальный, который у нас был до этого. То есть уберем. И посмотрим. Нет, ребят. Татушки я не буду показывать. Потому что там у нас оголяется грудь. Да. Это факт. Я хочу вам также показать прически. Есть разные вариации. То есть синие там, зеленые, длинные, короткие. Очень много вариаций причесок. И вы по-любому найдете какую-то прическу на свой вкус. И это факт. Поэтому имейте в виду. Давайте расскажу также пару слов про... Вау, симпатично смотрится. Про установку. Есть два варианта. Есть такая нудная версия. То есть самому все это поставить. То есть скачать. А есть офигенная простая версия. То есть автор выложил уже собранную GTA Sunrace с этой модификацией. И все, что вам нужно сделать, это просто скачать и распаковать на жесткий диск. И запускать. И все. У вас будет работать этот мод. То есть, как мне кажется, это супер. То, что автор это предусмотрел и сделал вот отдельную GTA-шку с этим модом. Также, да, как я говорил или не говорил, меняются загрузочные экраны. И сейчас я их быстренько вам покажу. Посмотрите, также меняются картинки в экране загрузки. Вот такие. Вот так. И когда мы, собственно говоря, запускаем игру. Посмотрите. Вот такие они анимированные. Конечно, иногда бывают подлаги. Но в целом все плавно. И давайте вернемся обратно к нашей девушке. Досмотрим кое-какие прически. Потому что вариантов очень много. И также с прическами у нас меняются иногда цвет губ. Ну, то есть помада. То есть до этого была синяя помада. И это интересно сделано. Но хорошо. Мы это посмотрели. То есть одежда, клоуд, статушки не будем смотреть. И давайте нажмем Enter. И вот, пожалуйста, наш образ. Конечно, как я говорил, это все работает в кат-сценах. Показывать не буду. Я это все делал в прошлом обзоре. Потому что это факт. Я проверял, запускал новую игру. И думаю, на этом можно закругляться, ребят. Потому что больше не знаю, что вам рассказать. Я вам показал много участий из одежды, из причесок. Татушки не показал. Да, я признаю. Потому что там тема сисек будет раскрыта. Поэтому также у данного мода есть один патч. И также вспомогательный мод. Почему машина так трясется? Да, вспомогательный мод, который добавляет такие вот экраны. Ну, это по желанию. Но если вы ставите всю версию целиком от автора. И также данный мод, посмотрите, фиолетовым цветом было написано Верона Бич. То есть еще он меняет шрифт на шрифт из GTA V, если я не ошибаюсь. И давайте-ка мы сейчас заедем в этот желтый квадрат. А тут просто белым написано Марина. Ну, интересно. Мне понравилось то, что тогда было написано фиолетовым цветом. А вот тут Санта-Мария Бич написано уже зеленым цветом. Ну, вроде все вам показал, ребят. Рассказал. Реально очень приятная девушка. Это факт. Мне очень все это понравилось. Автор молодец. Огромный плюс тебе за такую модификацию. За этот ремастер. Мне он очень понравился. Так что, если хотите испытать новые чувства от игры. И просто посмотрите на Диггл. Очень по-женски. Честно, очень по-женски все это смотрится. Поэтому, если хотите испытать новые чувства от игры. То ставьте данный мод, ребят. И он, наверное, вам понравится. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Вот видите, за мной уже гонятся парни. Наверное, хотят изнасиловать. Потому что девушка довольно-таки милая. А я постараюсь от них убежать. На этом все. Всем удачи. Всем огромное спасибо за просмотр. И до новых встреч. Amazing Player Family Remastered. Adios, ребят. Удачи. Если вы желаете поддержать канал. Вы можете сделать это на Патреоне. Став патроном канала. Ссылка будет в описании.